В ситуации, когда строительные компании применяли материалы, в дальнейшем отравлявшие воздух в уже построенных зданиях, обнаруживались слишком поздно. Чаще всего это становилось известно лишь после того, как обеспокоенные жильцы или обитатели помещений обращались в санитарную службу с жалобой. Роспотребнадзор предлагает контролировать качество и безопасность стройматериалов на достроительной стадии. Сотрудники ведомства проверили товары в магазинах города и выяснили, что все они соответствуют нормативам безопасности. Но в сфере защиты прав потребителей есть незначительное нарушение на предприятиях, которые торгуют строительными материалами. Нарушение права потребителя на достоверную информацию о товаре и изготовителе. Было установлено, что в ряде маркировок, которые сопровождают товар, не указывалось на именование товара, изготовитель, его реквизиты не были указаны, а часть материалов не сопровождалась инструкцией по безопасному применению и использованию. Сотрудники Роспотребнадзора взяли наиболее популярные материалы, такие как линолеум, ламинат, обои, минеральное волокно. Их исследовали в лаборатории на безопасность в радиологическом и таксилогическом отношении. Там на специальном оборудовании провели оценку отобранных образцов. Вот это климатическая камера, в которой мы можем создавать определенные условия, такие как температура и скорость обмена воздуха внутри этой камеры. Это делается для того, чтобы создать условия, которые существуют в реальных жилых помещениях. Затем в камеру помещают образец материала. Сотрудники лаборатории следят за чистотой эксперимента в течение двух дней. Затем производят забор воздуха и проверяют его на безопасность для здоровья человека. Проверялись как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Менеджер одного из магазинов рассказал, что в первую очередь работники заботятся о своих покупателях. Он уверен, на прилавках товар качественный. Продукция сейчас выпускается на российских заводах и поставщики сами заинтересованы в том, чтобы было как можно меньше нареканий. Любой покупатель может только посмотреть на сертификат, посмотреть на, я показывал, на каждой ролике, на каждой парте товара. Есть письмо от поставщика, где указан производитель, где указаны все характеристики товара. Лариса Драгункина, Александр Киселев, Лидия Когородцева. Информационное агентство Курганру.